If you're feeling sad in the winter Шалом, православные! Давайте сегодня поговорим с вами о мире, в котором решают клерки. За 26 лет можно было навести порядок в стране, особенно не такой большой, как у нас. Если этого не произошло, значит, есть какой-то системный сбой. На мой взгляд, этот системный сбой заключается не только в том, что не работает система контроля за исполнением обещаний, но также и в отрицательной селекции. Отрицательная селекция начинается на самом верху и потом по жердочкам стекает на самые нижние уровни курятника. В этом месте мы вспоминаем о том, что рыба гниет с головой. Практически любой авторитарный лидер, обладая достаточной властью, никогда не допустит в своем окружении кого-то умнее себя. Собственно говоря, этим и объясняется то, что свою умную команду, приведшую его к власти, Александр Григорьевич разогнал в самом начале. А мы же помним, что там были достаточно умные люди. И Александр Федута, и Валерий Цепкало, который ныне решил баллотироваться в президенты, и экономист Чалы. Где они все? Итак, отрицательная селекция. С чего начинается этот процесс? Естественно, каждый начальник, садящийся на свой удобный, достаточно мягкий стульчик, набирает к себе замов обязательно тупее себя. А потом эти замы становятся начальниками, и процесс повторяется, его уже не остановить. Каждый следующий зам опять же выбирает себе еще тупее, потому что это же страшно. Вдруг кто-то умный сможет выскочить, а пенсионный возраст еще не подошел. Если честно, я когда-то сама столкнулась с тем, что попав в достаточно затруднительную ситуацию в начале 2000-х, уже будучи в свое время и программным директором, и директором радиостанции, я столкнулась с тем, что ни один из существующих ЛПРов радио, которых в свое время, в 90-х, растила я, не позвал меня на работу. Это не обида. Нет, я их очень хорошо понимаю. Это принцип руководства в нашей стране. На вновь появившиеся вакантные должности, как правило, всегда нанимали лояльных, а спрашивали как сумных. А потом и вовсе перестали спрашивать, потому что смысл спрашивать. Пожалуй, мы лидеры, наша страна, пожалуй, лидер в демонстрации условного порядка, условной чистоты, условно-бесплатной системы образования, такой же условно-бесплатной системы здравоохранения, условной доказательной базы в судах. Ах, за 26 лет мы даже научились с этим жить. Мою мать, опять уехал! А теперь я предлагаю вернуться к клеркам, к тем, без кого верх власти не может эффективно управлять низм. Клерки – это те люди, которые решают на местах. Да, это эти самые местечковые начальники. Более того, их подчиненные, вновь прибывшие, так сказать, в систему, у которых даже когда-то, возможно, на каких-то курсах университетов горели глаза, и они хотели сделать что-нибудь достойное. А потом они пришли в систему, и этот пожар стали медленно, но верно тушить, так как другого варианта у власти нет. Ей не нужны реформаторы. Так вот, теперь вопрос к этим самым клеркам. Кем они хотят остаться? Последователями-рабами или все-таки реформаторами-новаторами? Хотелось бы их спросить, чего вы боитесь? Оскорбительных низких зарплат сегодня и нищенских пенсий завтра? Я понимаю, там наверху есть что терять. А вам что? Подумайте, в этой стране в будущем жить вашим детям. Вы хотели бы, чтобы они повторили вашу судьбу? Я думаю, что сегодня именно клерки должны сделать свой выбор. Хотят ли они продолжать быть винтиками в гнилой системе или готовы к чему-то большему? Учителя, участковые, госслужащие нижнего и среднего звена, молодые специалисты, которых невозможно сегодня уволить по Трудовому кодексу в ближайшие пять лет. Сегодня вы можете решить будущее нашей страны. Малые города, а вы чего боитесь? Не будет ваш сосед Михалыч бить вас дубиной по голове. В малых городах вообще все друг друга знают. Они либо родственники, либо свояки, либо у них дружат дети. Это в Минске можно позволить себе беспредел, потому что no name, no face, no совести. А в малых городах, в маленьких, в них же потом всем жить бок о бок, на свадьбы друг к другу ходить, в сарай помогать чинить, дровами запасаться на зиму. Это что такое? Столичный ОМОН к вам жить не поедет. Максимум на гастроли за сверхурочные. И то, пока есть чем платить сверхурочные, деньги не превратились в резаную бумагу. Окей. Рестораны, салоны, торговые центры. Ну, какое вам до них дело, правильно? Так и мы надо буржуям недобитым. Бачишь, как разъелись на моем карку. Миколка-паровоз, классика. Но только на этом же не остановится это движение вниз, которое равно ускоренное. Я совсем свежую статистику посмотрела сегодня. Снижение пассажирооборота в республике. В марте это было минус 18%. В апреле это уже минус 50,5%. Этот принцип домино не остановит. Если вы думаете, что он вас не коснется, вы сильно заблуждаетесь. Долбанет по тенечку всех. Вопрос времени. Вопрос времени. Что делать? Я вам уже сказала, что делать. Начинать переставать бояться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин